Девочка-пай Здравствуйте! Вы смотрите первый в этом учебном году информационный выпуск, который подготовили воспитанники студии тележурналистики Дворца Творчества у Вознесенского моста. Сегодня в передаче события. Синоптик рассчитывает траекторию воздушных частиц, чтобы узнать точный прогноз погоды. Но во Дворце Творчества пошли дальше и научились измерять точный уровень вдохновения. В эколого-биологическом отделе состоялось необычное дефиле. Его участниками стали исключительно пушистые петербуржцы. В октябре Дворец Творчества поздравил бабушек и дедушек с Днем пожилого человека. А теперь об этом и другом подробнее. В этом году на традиционном посвящении в Кружковце ребятам продемонстрировали необычный градусник. Он измерял не температуру, а вдохновение. Удалось ли собрать вдохновение и кто в этом помогал, смотрите в нашем специальном материале. Если бы меня спросили, что такое Дворец у Вознесенского моста, я бы не задумываясь ответила. Это большая многодетная семья, которая с удовольствием принимает к себе любого ребенка. А чтобы ребенок сразу почувствовал себя здесь своим, придумали праздник посвящения под названием «Погода в доме». Ребята приходят к нам во Дворец, начинают заниматься и, возможно, к концу сентября они еще не всех знают ребят, с которыми они в одной группе. И именно этот праздник позволяет сплотиться не только ребят со своей группой, но еще ребята узнают о других отделах, о других коллективах нашего Дворца. То есть они узнают обо всем нашем Дворце. «Погода в доме» – праздник, который проходит во Дворце уже много лет, но сюжет его ни разу не повторялся. К каждому посвящению пишется новый оригинальный сценарий. В этом году ребята путешествовали по городу мастеров. Помогали им в этом две коломбины – Веселинка и Юморинка. Но это оказалось не просто путешествие. У ведущих был необычный градусник. Он собирал вдохновение для хорошей погоды. «Наш градусник! Ура! Он полностью заряжен!» «Это замечательно, дорогие ребята! Только с вашей помощью нам удалось найти наше вдохновение!» Вы знаете, какая погода будет во Дворце в этом учебном году. И зарядиться вдохновением пришли почти 200 ребят. Все они выходили на сцену, где каждый отдел совершал свой обряд посвящения в Кружковце. Наша творческая семья стала гораздо больше. Почти каждый коллектив вырос на 15, а то и 25 человек. Что вы ожидаете от своих воспитанниц? От воспитанниц ожидаю, что они полюбят художественную гимнастику. Чтобы они стали хорошими людьми, во-первых. Ну, я надеюсь, что они подружатся друг с другом, будут организованными, смогут научиться ходить в походы безопасно для себя. Обычно, когда праздник заканчивается, становится грустно. Во Дворце творчества такого не бывает. Во-первых, потому что впечатление от него запоминается надолго. Мне больше всего понравилось, как доставали кролика из шляпи. Мне больше всего запомнилось, как выступали на сцене взрослые дети. Мне понравилось, как танцовчицы с обручами. Они крутились. А во-вторых, с праздника погода в доме все самое интересное только начинается. Как бы ни было хорошо дома, как бы ни было хорошо в школе, но пусть наш дворец будет для вас любимым домом. Я вас поздравляю. Офелия Террес, Александра Фатьянова, Александра Соболева и Дмитрий Смыслов. Специально для передачи события. В начале октября во Дворце творчества прошел необычный концерт. С Днем пожилого человека поздравляли бабушек и дедушек, воспитанники различных коллективов, а также педагоги. Свои концертные номера подготовили и сами гости. Подробнее об этом в материале Эльвиры Ойрах. День пожилого человека. Ну, я бы сказала, что день это мудрого человека. Человек, который прожил уже большую жизнь, много видел. И, конечно, он тоже имеет право на свой день. Население мира стремительно стареет. Но в Организации Объединенных Наций признают, что пожилые люди способны внести существенный вклад в процесс развития. Во Дворце творчества у Вознесенского моста встречи с пожилыми людьми стали уже традиционными. Этого события ждут, к нему готовятся. Я даю вам свою песню и посвящаю ее в мае старшим колене. Главный организатор встреч Галина Алексеевна Капитонова. Вот уже 28 лет, как она проводит вечера для пожилых людей, которые живут в Адмиралтейском районе. Мы стараемся, чтобы была доброжелательная атмосфера. И чтобы люди отсюда ушли веселые, здоровые и счастливые. В армане стоит, играет он на розочку похож. Мы развалили в небу, и сами видите все хороши. Мы развалили в небу, и сами видите все хороши. Для нашей страны День пожилого человека – особый день. Мы обращаем свое внимание на людей, за плечами которых война и тяжелые послевоенные годы. Наши бабушки и дедушки восстановили и сохранили для нас мир, в котором мы живем и радуемся. Эльвира Ойрах, Ксения Антонова, Александра Фатьянова. Специально для программы «События». В конце октября состоялась традиционная игра «Брейн Ринг». В состязании принимало участие 8 команд. Напомню, обычная игра проходила в апреле, но с этого учебного года бои перенесены на осень. За необычным состязанием следила Эльвира Ойрах. В этом году интеллектуальный бой «Брейн Ринг» был окутан мистикой и тайнами. Но мистический перенос игры с весны на осень не застал врасплох на таков команд. А их на этот раз было 8. Не испугала и тема состязания «Неформальные достопримечательности Адмиралтейского района». На такие самые креативные, самые творческие, самые знающие ребята. Потому что тема у нас сложная. Я надеюсь, что все у нас здесь подготовились замечательно. Мы пока не знаем, кто будет победителем. Но я думаю, что победят сегодня все. Потому что мы подружимся. Мы узнаем много нового. Пожалуй, это одна из самых популярных игр в дворце. На ринге встречаются представители всех отделов. Три раунда довольно напряженного состязания. Трудно сказать, что в этом году было сложнее. Вспомнить неформальные памятники и необычные места, которые есть в районе. Или придумать памятник, которого нет. Но он вполне мог бы быть. Самым непростым было отгадать по фрагменту фотографии. Что-то, что мы знаем, а может быть не знаем. Видели, а может быть не видели. В результате упорной борьбы первое место поделили две команды. Созвездие методического отдела. Ветерстранстве отдел спорта и туризма. На третьем оказалась команда Прометей. Эколога биологического отдела. В ее составе были ученики 8-11 классов. Ну, было достаточно интересно читать о неформальных достопримечательностях другого района. Так как многие из нашей группы не живут здесь. И нам было достаточно интересно вместе заниматься подготовкой к творческому выступлению. Это было весело. Надо сказать, что в этой игре участие принимают не только старшеклассники, но и дети 5-6 классов. Как правило, побеждают на ринге именно взрослые ребята. Им легче даются вопросы первого раунда. И даже конкурс капитанов. Однако в творческом конкурсе лучшими оказываются порой те, от которых никто этого не ждет. И возраст тут совсем ни при чем. К примеру, отдел техники и информатики был победителем третьего раунда в прошлый раз. Лучшими стали наши ребята и в этом году. В календаре можно найти много разных знаменательных событий. Среди них есть необычное – День интернета. Поскольку единого международного праздника нет, то каждая страна выбрала свой день. У нас это конец сентября. По данным исследований последних лет, более 90 миллионов граждан России пользуются интернетом. На первом месте стоит Москва, на втором месте – наш город Санкт-Петербург. Интересно, зачем петербуржцам нужен интернет? В основном для поиска информации. Может быть, что-то там покупать, продавать, не знаю, дальше. Источник разных новостей. Ну и вообще много чего интересного, если что-то познавательного. Ну и много плохого. По работе и для общения в социальных сетях. Для общей информации и индивидуальной. В первую очередь, конечно, для получения информации. Чаще всего это поисковые системы, чтобы что-то найти. Возможно ли в современном мире жить с интернетом? Ну, я думаю, в современном мире нет. Я думаю, нет, потому что все так привыкли к нему, что уже без него невозможно. На какой-то определенный срок, да. На неопределенный срок, я думаю, было бы сложнее. Ну, это было бы очень сложно сделать, поскольку в нашей жизни интернет занимает большое место. И какие-то госуслуги, и даже в школах электронные дневники, когда родители могут контролировать посещаемость и оценки своих детей. Поэтому, конечно, вряд ли я бы уже отказалась от интернета. Мне нет. Мне не нужен интернет. Ну, возможно, все возможно. Вот, например, мы на дачу уезжаем, там нет интернета с ребенком. И все хорошо там. Что касается меня, то я думаю, было бы сложно прожить сейчас без интернета, поскольку для меня глобальная сеть – это, прежде всего, общение с друзьями из разных городов и стран. Поэтому я, скорее всего, проголосую за интернет. Анастасия Зиновьева, Александра Фатьянова, Николай Черепков. Специально для передачи события. В конце октября эколого-биологический отдел встречал необычных гостей. Все они говорили на разных языках. Однако это не помешало им принять активное участие в выставке под названием «Пушистый Петербург». Прежде чем занять свои места, все участники обязательно должны были зарегистрироваться и получить свой номер. В дальнейшем именно по нему определялся победитель. Все ребята занимаются в различных кружках эколого-биологического отдела. «Пушистые петербуржцы» – это выставка питомцев, которые живут в городских квартирах. Но это не просто дефилия обитателей каменных джунглей. Идея в том, чтобы ребята задумались, что животные – это не игрушка, что они заводят, это живое существо. И чтобы они более внимательно относились именно к приобретению животных. Выставка проводится уже четвертый год. На этот раз жюри отметил рекордное количество участников. После небольшого вступления начался просмотр питомцев – представление, знакомство, на котором хозяин рассказывал о своем друге. Зрители помогали жюри определить победителей нынешней выставки. В этом году самое лучшее представление оказалось у Оли Пахововой. Ее той-терьер по кличке Бэтмен получил медаль. Назвали его Бэтмен, потому что у нас раньше тоже была собака. И мы его назвали Барон. И у него был такой очень важный сквертый характер. Он был вкусателем. И мы его назвали Барон, потому что он у него характер спасательный, чтобы он всех любил. Он так и был, что он родился 1 апреля прошлого года. То есть ему даже года нет, ему всего 6 месяцев. Он маленький, очень любопытный, всех на свете любит. Заведующая эколога биологическим отделом Зинаида Валерьевна Малышева пришла на выставку не одна. Педагог принесла своего нового питомца под кличкой Чуй. Сова-сипуха – довольно редкое животное, которое мало кто содержит в квартире. Основная причина – совы не живут в клетках, их сложно обеспечить в балансированном питании. Человек заводит животное, а после этого понимает, что за ним надо ухаживать, его надо кормить, чистить. Кому-то становится лень, неохота. И появляется такая проблема, как бездомные животные. Их в лучшем случае пристраивают в приют, и в худшем случае, конечно, их просто бросают на улицу. У детей, особенно городских, всегда есть потребность общаться с природой. Именно поэтому мы заводим домашних питомцев. Но не всегда понимаем, какую ответственность несет за собой наше желание. Это живой уголок. Мы всегда с удовольствием приходим сюда, чтобы погладить или просто посмотреть на его обитателей. Сколько радости они нам приносят. Думаю, мало кто знает, но большинство зверей, которые появились здесь, были брошены хозяевами. Они просто не захотели за ними ухаживать. А поэтому мне хотелось бы прочитать одну мысль из известной книги о маленьком принце Антуана Десент-Экзюпери. Люди забыли это истинно, сказал Лис. Но ты не должен ее забывать. Мы всегда будем в ответ за тех, кого приручили. Это все, о чем мы хотели вам рассказать в этой передаче. С вами была Маргарита Шахторина. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин